Каким должен быть настоящий молодежный автомобиль? С выразительной яркой внешностью, экономичным, юрким, таким, чтобы можно было легко парковаться и не париться в городском потоке. Хм, и что же выбрать? Он может быть такой. Или такой. Ну или вот такой. Все зависит от вашего настроя, стиля жизни и, конечно же, платежеспособности. Куда же без этого? Я остановила свой выбор на новеньком поло. Как по мне, этот бездонный синий автомобиль – то, что нужно. Это не новое поколение, а лишь легкое обновление. Изменения коснулись внешности салона и подкапотного пространства. У пола изменился дизайн передних фар. Опционально они могут быть светодиодными, но пока этот изыск в Украине недоступен. Обещают появиться со временем. Противотуманки расположились немного выше, чем ранее. Слегка изменилась форма переднего бампера, тут появилась хромированная линия. Решетку радиатора и задний бампер тоже подмарафетили. Из габаритов изменилась лишь длина, и то незначительно, плюс 2 мм. Этот поло в топовой комплектации Fresh, о чем постоянно напоминают всякие шильдики и надписи. А помимо них здесь легкосплавные 15-дюймовые диски, кондиционер, светодиодная подсветка номера, стальные накладки на педали, подсветка зоны ног спереди, противотуманки с поворотным светом и многофункциональный бортовой дисплей. Помимо всего перечисленного, есть и люксовые фишечки. Например, это люк, но за него вам придется отстегнуть еще 1000 долларов. Салон по стилистике остался лаконичный, но теперь большинство элементов заимствованы у гольфа. Например, дизайн руля, приборная панель полностью копируют гольфовские. Материалы, используемые в интерьере, качественные. К примеру, пластик в основном мягкий, но местами... В салоне встречаются глянцевые матовые элементы на руле, консоли, короче говоря, единство стиля. Также, например, крутилка управления люком, клавиши управления освещения по дизайну в одном ключе. Не хлипкие и красивые. Многие производители о таких мелочах и не парятся. Даже форма автозатемняемого зеркала подчеркивает стиль машины. В картах серые вставки. В сочетании с алюминиевыми молдингами и ручками дверей смотрятся стильно. Из приятного в салоне спереди можно обнаружить подсветку ног для водителей переднего пассажира, два подстаканника, подлокотник с небольшой нишей, просторный бардачок с функцией охлаждения, отделение для хранения всяких полезностей под передними сидениями. Чтобы разложить все по полочкам, места достаточно. Позавидует такому обилию мест хранения даже наш капитан Практичность. Сзади хотелось бы видеть воздуховод с дефлектором, ну и хотя бы подлокотник. Все-таки эта комплектация с дополнительными опциями обойдется практически в 27 тысяч. А здесь мы видим разве что подстаканник. При моем не самом большом росте и обилии настроек сзади будет комфортно даже большому человеку. Водительское сидение удобное, в нем отличная боковая поддержка. Люк делает настроение этого авто, дает плюс к ощущениям как внутри, так и снаружи. Половина крыши машины стеклянная. Смотрится это здоровски и за счет этого такой пол не особо похож на обыденный, к которому все привыкли. Руль D-образный, регулируется по высоте и вылету. Удобный, кожаный, приятный на ощупь. Прошито все это дело строчкой, которая встречается также на коробке передач, ручнике и сидениях. Красота! На руле есть кнопки управления магнитолой, бортовым компьютером и даже кнопки управления телефоном. При нажатии на которые ничего не происходит, так как блютуса здесь нет. На приборной панели все по стандарту. Тахометр и спидометр. Между ними дисплей бортового компьютера, который показывает основную информацию. Расход топлива, время в пути и прочее. На центральной консоли мультимедика Composition Color с 6,5 дюймовым сенсорным экраном. Само оформление системы очень простое и я бы даже назвала его примитивным, но оно удобное. Экран послушный, отзывается на касание очень легко. Мультимедиа отображает информацию с бортового компьютера, настройки авто, управление магнитолой, информацию от парковочного ассистента. Парктроник тут как сзади, так и спереди. Они идут в комплектации. Навигация, к сожалению, отсутствует, но ее можно приобрести за дополнительную плату. Мультимедиа тут с шестью динамиками. Воспроизводит музыку в формате MP3, CD дисков, имеет слот для SD-карты и разъем AUX-IN. Звук хорош, низкие, высокие, все в балансе. Короче, качает. А для молодежной тачки, согласитесь, это важный параметр. Багажник сравнительно небольшой. Объем, как и ранее, 280 литров, что и не много, и не мало. Но для меня он все-таки оказался маловат, но не из-за объема, а из-за ширины авто. К примеру, мне пришлось возить свою гитару в салоне. Понравилось, что есть в багажнике удобное перекрытие, которое условно делит его на две части. Тут можно спрятать вещи не первой необходимости. Ну а если планируется переезд, можно сложить сидение и объем увеличится до 950 литров. Они складываются в ровный пол, и чтобы это получилось, нужно откинуть задний диван. Этот Polo из серии Blue Motion, а значит, в приоритете у него экономит топливо. Под капотом 1,2-литровый турбированный бензомотор на 90 лошадиных сил. Когда садишься за руль автомобиля с таким маленьким объемом двигателя, каких-то выдающихся характеристик от него не ожидаешь. Но этот Polo, в принципе, приятно удивил. Что касается экономии, то у меня в городском режиме выходило примерно 6,5 литров на сотню, но это при спокойной езде. А если важна динамика, то ориентируйтесь на 7-8 литров на сотню. Двигатель работает в паре с коробкой DSG, и тут аж 7 ступеней. Захотите разогнаться, она быстро подкинет обороты для динамичного разгона. А если захотите ехать плавно, коробка будет переключать передачи незаметно, удерживая обороты в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч. Что касается управляемости, крены у Polo есть, но незначительные. В поворотах он стабильный. Благодаря турбине и крутящему моменту в 160 ньютон-метр создается ощущение, что это вовсе не малолитражка. Динамики достаточно, вялой улиткой этот Polo не назовешь. Разгон до сотни 10 с копейками секунд, чего вполне достаточно для обыденной езды. Говоря об экономии, стоит отметить систему старт-стоп, которую привычно видеть на автомобилях более высокого класса. Она экономит топливо, заглушая двигатель при остановках. При необходимости систему можно отключить. Всем хорош новый Volkswagen Polo. Он экономичный, в меру шустрый, а главное, очень стильный. Но все-таки это Б-класс. И несмотря на шильдики производителя спереди и сзади, а также крутую комплектацию, хотелось бы, чтобы цена была немножечко скромнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова